Вопросы транспортных перевозок обсудили сегодня в Доме правительства. В повестке дня стоимость билетов, оптимизация маршрутной сети и долги троллейбусного управления. Обо всем подробнее Дмитрий Ковалев. Жители Чувашии все чаще жалуются на высокую стоимость перевозок. С претензиями пассажиры обращаются и на прямой углове региона. Чебоксары-Цивильск, расстояние, знаете, стоимость билета может быть в отдельных случаях 50 рублей, в отдельных случаях 70 рублей, в отдельных случаях до 100 рублей, то есть полтора-два раза дороже. Конечно, наши люди, наши жители, наши ветераны начинают возмущаться, а где же власть? Как правило, стоимость билетов завышают владельцы маршрутов, которые не придерживаются принятой тарифной политики. Таких в республике насчитывается порядка 70 и к ним возникает немало вопросов. Накануне рабочей встречи в Доме правительства специалисты проинспектировали работу цивильских перевозчиков. Они, естественно, не обелечивают пассажиров, естественно, не платят никакие налоги ни на содержание своих работников, а остальное, поэтому у них цена получается дешевле. Есть номера автобусов, номера маршрутов, все есть у нас. Тебе проверили? Работаем. На межмуниципальные маршруты установлены следующие тарифы. За наличный расчет 2 рубля 62 копейки за километр и за безналичный расчет 2 рубля и 9 копеек. Когда есть такие отдельные нарушения, можно сказать, то надо привлекать этих, соответственно, перевозчиков к ответственности. Где на самом деле не хватает конкурентной среды, то мы должны создавать конкурентную среду. В ближайшее время большая часть маршрутов должна перейти на регулируемые тарифы. В республике будет принят документ планирования перевозок. Необходимо принять документ планирования для того, чтобы на законодательном уровне закрепить нерегулируемые тарифы и регулируемые тарифы. Для того, чтобы это сделать, необходимо предусмотреть такой перевод в документе планирования регулярных перевозок, который утверждается нормативным правовым актом. Такой подход, отмечает глава региона, поможет навести порядок в сфере перевозок. Отдельные не согласятся, не согласятся. Вот у вас два с половиной раза превышение транспорта на остановках, которые создают опасную ситуацию. Они уходят с рынка. В Доме правительства обсудили и перспективы Чебоксарского троллейбусного управления. Ситуация непростая. Энергетики грозят предприятию отключением отряда тяговых подстанций. Сейчас пассажиропоток не приносит необходимой прибыли. 274 миллиона было предусмотрено в тарифах. По той информации, которая представлена нам устно, правда. На 73% рост на тягу в тарифах мы видим. Рост затрат на электроэнергию 38 миллионов в этом году по сравнению с прошлым годом. В правительстве республики рассматривают вопросы финансовой помощи предприятию. Но прежде необходимо до конца реализовать план оптимизации. Поддержка за счет бюджета в таком объеме невозможна. Она не бесконечна. Те планы, которые ждали более года назад, они, Алексей Олегович, не выполнили. То есть мы оптимизацию эту не смогли с вами достичь. Шансы выбраться из долговой ямы у предприятия есть. Глава республики отметил, что сейчас все зависит от грамотного подхода руководителей. Дмитрий Ковалев и Сергей Адушкин. Республика.